здравствуйте это видео я посвящаю фаворитам месяца августа декоративной косметики и это все что я использовала и буду использовать для глаз начать я хочу с такой вот базы для теней под тени это Vivienne собой здесь уже ничего не видно у меня все стерлось вот такая вот база она довольно таки суховатая наношу я ее пальчиком она немножко перламутровая но тени на нее очень хорошо ложатся мне эта база очень нравится и могу ее посоветовать следующее что я покажу это тени вот такие вот двушечки новинка моя от Ninel номер 27 это двухцветные тени коллекция матовая так и здесь два таких вот оттеночка светло-серый и темно-серый сейчас нанесу их покажу как они выглядят так сводчики их вот так они выглядят надеюсь видно здесь солнышком не отсвечивает но вам наверное видно один такой почти белый цвет и другой серый хорошо не наносятся но правда лучше наносить их на базу то есть без базы они не такие яркие не такие интересные такие с базой лучше вот такая вот двушка тоже могу наверное посоветовать мне понравилось и буду наверное из этой матовой коллекции еще какие-то цвета иметь ввиду другие именно матовые так следующее что я покажу это было у меня для дневного макияжа и вот еще такие тени для дневного макияжа это палеточка иван pink sense тоже часто мной использована здесь четыре оттенка такие вот цвета теплый макияж хорошо с ними получается этими цветами все они перламутровые то есть здесь нет матовых уже оттенков но они смотрятся нежно красиво в основном я комбинирую либо все либо вот без розового делаю либо розовый где-то в другом макияже отдельно либо вот эти коричневые так вот они смотрятся оттенки и сейчас их нанесу так 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 вот сочек здесь что хорошо видно так ну все они такие интересные оттеночки оригинальные и по моему в других палетках выявлены также где-то в другом месте они не встречаются вот еще раз покажу сводч ложатся не хорошо мягкие ну в общем замечательные тени мне не нравятся и для дня очень подходящие цвета следующая палетка которую покажу как ни странно я и они делала отдельный обзор и поставила ей не очень высокую оценку три с плюсом или четыре с минусом это тоже иван новые оттенки то джинс палеточку меня не есть отдельное видео более подробно но как-то вот я к ней приспособилась и довольно таки неплохая палетка это для того чтобы сделать с ней яркий такой макияж в бирюзовых тонах синих сейчас еще раз я нанесу конечно я использую теперь эти тени только на базу вот этот вот бирюзовый яркий смотрится хорошо остальные теночки не такие яркие вот так вот смотрится оттенки честно несу их быстренько тоже покажу кратко но там у меня есть отдельное видео можно посмотреть кого заинтересовала эта палетка конкретно такие оттенки приспособилась и в общем к ней теперь она у меня уже на твердую четверку конечно пока не на 5 потому что все таки цветами надо помучиться но где-то слоя в два нанося можно добиться таких вот именно таких яркость цветов принципе неплохая и последняя палеточка которую я покажу это тоже мой фаворит это вот такая вот из рефлей смоки коллекшн так значит здесь написано 800 343 номер оттенка я пока что здесь не вижу в зеленых тонах она такая идет такие вот здесь те цвета здесь показано по схеме что вот 2 3 здесь оттеночки первый сверху я их все вместе использую все три в принципе красиво получается часто же их нанесу покажу вам как они смотрятся 1 золотистый почти без шиммера 2 зелененький яркий хороший цвет такой летние и на осень подойдет и 3 такой коричнево-зелено-серый что ли золотыми блестками так сейчас покажу здесь они немножко сейчас осыпаются потому что у меня после салфеточки влажные но вообще не очень хорошо ложатся вот эти цвета их все вместе использую очень мне нравится и это были все тени которыми я пользовалась в августе планирую дальше пользоваться следующее что я покажу это будут карандашики для глаз я их отобрала 5 штук и практически все из эйвен ну вот один не из эйвен я вам покажу его это vivienne sabo 401 оттенок это черный гелевый карандашик то есть он да именно гелевый подводила я ему нижнее веко и верхнее веко очень мягкий хорошо ложится и прекрасно держится он весь день линию дает он сейчас у меня не особо хорошо заточен но очень четкую черную линию дает хороший карандаш мне он вообще очень даже понравился вот у него по моему с угодности до 14 года ну вот надо мне его извините за этот год дотратить такой карандашик очень хороший мне понравился следующий от эйвен это известный наверное моих видео эмералд glow зелененький темно-зеленый карандашик так серо-зеленый с блестками тоже неплохой такой цвет следующее что я покажу это вот такой вот синенький карандашик будет этот виллайт спаркл синий так сейчас тоже нанесу его это же темно-синий оттеночек тоже с блестками так и еще два карандашика у меня осталось все вот эти вот хорошо ложатся карандаши мне не нравится их могу посоветовать еще у меня есть такой серии есть это вот были два с блестками без блесток это космик браун коричневый по моему да просто коричневый без блесточек ну вот так сейчас нанесу его вам покажу не к сожалению к толстенько получилось в общем вот такой карандаш и последний карандаш который я покажу это из новой серии вот такой вот он лаванды грей мне его по ошибке тогда прислали все вы не заказывала так вот он выкручивается нажатием и сам затачивается это такой серо-фиолетовый цвет тоже очень красивый вот карандаш это у меня наверное все с фаворитов и тушь у меня только одна фаворит августа сейчас уже к сожалению на меня пустых баночка потому что она засохла этого такого тушь от иван так это у меня оттенок black оранжевый к сейчас к сожалению не помню как она называется но кисточку еще раз покажу очень хорошо она прикрашивает ресницы удлиняет делает объем все что нужно с ними делать вот такие вот были мои фавориты выглядит это все августа и буду дальше продолжать пользоваться этими продуктами для глаз всем спасибо за внимание до свидания